Итак, всем привет, ребятки! И тут сегодня ко мне на обзор попал телефончик Zenfone 2 Это у меня максимальная версия на 4 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти 4 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенной Поддерживает он LTE Здесь 2,3 ГГц процессор 4-х ядерный Intel Atom стоит 5,5 дюймов экран Ну и сейчас, собственно, откроем коробочку и посмотрим, что там у нас внутри Так Вот так вот у нас коробочка открывается Вот у нас сам телефончик лежит Вот такой вот Здесь 13 Мп камера Pixel Master 5,5 дюймовый IPS экран Full HD Процессор у нас 64-битный Android здесь 5.0 стоит Ну, придется перешивать на шестерочку потому что уже, как бы, скоро там и семерочка подходит Android Вот, а тут еще пятерка стоит Не прикольно Так Оболочка у нас ZenUI 4G LTE Маркирация у нас ZE551ML Так, достаем телефончик Такой вот пластиковой штучкой он упакован Смотрим, что там у нас внутри Внутри у нас manual лежит На... Что тут? На китайском И на английском языках По-моему, нет Только на китайском Только на китайском Внутри здесь лежит у нас USB кабель Микро-USB Обычный Вот, зарядочка Зарядочка у нас, кстати, быстрая здесь Потому что телефон у нас, получается, поддержит QI Charge Он, по-моему, за 10 или за 15 минут заряжается на... Подождите Или за полчаса, по-моему По-моему, за 30 минут, короче, он заряжается на 60% И за час полностью заряжается телефон Батарейка у нас на 2 Ампера Вот, 2 Ампера Тут еще, кстати, дело в блоке Здесь в обычной версии Там младший, который не поддержит быструю зарядку Блок, кстати, идет обычный Тоже на 2 Ампера Только он не поддерживает быструю зарядку Вот, а этот именно с быстрой зарядкой Ну и все А, еще даже подкинули переходничок Прикольно Ну, спасибо, китайцам, спасибо Ложим, ложим эту сторонку Берем наш телефончик Распаковываем Смотрим Кстати, тем, кому интересно Я там сделал кое-какие Тесты в бенчмарках Вот, будут они здесь Где-то Вот, так что там ссылочки, в общем, на них Если кому интересно, можете переходить Смотреть, что там у нас по тестам Так, телефончик у нас, кстати, поддерживает Двойной тап Раз, включился Выключился Это очень удобная штука Поверьте мне, ребятки Я за время пользования своим телефоном Уже забыл, что такое кнопка Home Я постоянно пользуюсь двойным тапом Всегда Это очень удобно Вот такой вот у нас Оболочка ZenUI Вот она Телефон не тормозит Работает отлично Кнопка включения-выключения У нас Сверху находится Потом здесь же у нас 3-5 мм разъем Микрофон Здесь первый у нас Здесь у нас второй микрофон Находится И разъем под микро-USB Так, кнопочка Регулировки громкости У нас находится сзади Вот она Вот так Клацается Мягенько, кстати Не туго Мягко идет Она рельефная Вот камера у нас Камера здесь на 13 мегапикселей Двойная светодиодная вспышка Двух тонов Желтый и Оранжевый То есть теплый и холодный Решеточка под динамик Вот Надпись Intel Так Что тут у нас еще Батарейка у нас Кстати Несъемная Максимальная Есть еще Кстати Поддерживает NFC Вот Можем даже Заглянуть Внутрь Под крышечку Открывается телефон Скажем так Туго Все очень так Плотненько прилегает И Ну это и очень хорошо Кстати Что у нас все так Плотненько прилегает Вот у нас И антенка NFC NFC Телефон Поддерживает Так Тут Симочки Вставлены Флешку я вставил Проверял Связь Вот Вот у нас батарейка На 3000 мА Несъемная Кстати Маркирация У нас Какая-то стоит Так Ну собственно Тут больше смотреть Нечего Вот наш динамик Который здесь Находится Закрываем Наш телефончик Так Закрывайся Вот так вот Все очень Плотненько Телефон Не скрипит Не лепит Не сгибается Все очень хорошо Сидит Вот Сейчас мы протестируем Нашу камеру Что-нибудь Сфотографируем Далее Далее Готово Давай Давай Так Это не то Не надо Сюда Обрат Так Фоткаем Так И смотрим Ну что-то Размытое Немножко получилось Конечно Вот 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 Такие Делишки Ну сейчас Сфоткаем Что-нибудь Другое Кстати Посмотрим Может Просто Что-то Коробочка Какая-то То ли Свет Так Подает То ли Что Не пойму В общем Надо Сфоткать Что-нибудь Другое Так Ну это Уже Вроде Поинтереснее Только Что-то Фокусировку Ловит Непонятно Ну ладно Так Смотрим Ничего Вроде Ничего Так Хорошо Фоткает Четенько Так Отлично Даже Я бы Сказал Цвета Хорошие Очень Даже Неплохо Ну конечно На экране Камеры Бумажки Отличаются Вот А вживую Смотрю Что Здесь Как бы Цвета Те же Но На экране Понятное Дело Ярче То есть Скорее Всего Сам экран Еще так Передает Цвет Ярче Чем Есть Вот Что Еще Здесь Такое Поглядеть Может Видео Поснимаем Даже Сейчас Поснимаем Видео Итак Тест Видео Asus Zenfone 2 Так вот Снимает Наш Телефончик Видео Вот И Сейчас Я Сделаю Тесты Все Antutu Geekbench Все остальные В общем И уже покажу Вам Скриншотики Что Где Сколько Он набрал Здесь Кстати Еще Фронталочки Есть На 5 Мегапикселей Которые Снимают Full HD Видео Вот Что Здесь Еще Такого Интересного Двойной Этап Я уже Сказал Здесь Есть Вот Куча Приложений От Asus Которые Кстати Очень Удобно Юзать И научиться Пользоваться Ими То Очень Удобно В использовании Для передачи Файлов На компьютер Через Wi-Fi И так Далее В общем Фишечки Плюшечки Там Всякие Удобнейшие Так Вот У нас Еще Яркость Экрана Сейчас Глянем Вот Минимальная Яркость Экрана У нас И Вот Максимальная Вот Хороший Экранчик Насыщенный Цвета Очень Неплохие Попробуем Может Еще Картиночку Поярче Поставить Какую Нибудь Зайдем В обои И глянем Что у нас Здесь По картиночкам Кто-то Наяривает Уже Обойдутся Мы тут Обзор Понимаешь Снимаем Они нам Мешают Так Ну Вот Такая Вот Картиночка Поярче Здесь Немножко Вот Она Смотрится Неплохо Все Красиво Собственно Говоря Мне телефон Очень нравится Очень Хороший Телефончик Сделан Качественно Никаких Нареканий В принципе По его Работе Нету У меня Пока Вот И сейчас Я вам Покажу Тесты Всевозможные Которые Я только Сделал Я сделал Скриншоты И вам Покажу Только Уже Скриншоты И так Тестики Я уже Все Сделал Вот Скриншотики Поделал И сейчас Посмотрим Что там У нас По тестам Выдаёт А ну-ка Глянем 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 Так И первый У нас Geekbench Geekbench У нас В одноядерном Режиме Выдаёт Тысячу Шестьдесят Восемь Баллов Многоядерном 2.963 Дальше Велама Велама Мультикор Полторы Тысячи 1577 Metal 1373 Android Web Web 3.376 Выдаёт Так Что здесь Ещё У нас GFX Bench По-моему Да Называется Кажется Так OpenGL У нас Короче Он набрал Здесь 404 Балла Немного Здесь Он конечно Набрал Мало Так Nano Mark У нас Он набрал Здесь Аж 58 59 То есть И 8 FPS Так Epic Citadel У нас 58 И 7 FPS При Full HD Разрешении High Performance Вот Так Вот Посмотрите Поближе Что там Дальше У нас Antutu 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 А где у нас Тест Antutu Так А вот он В Antutu Он набрал 65600 баллов Получается Вот Не самый Худший Результат Это Средний Результат Если Брать Из Общего числа Смартфонов То В принципе Он Находится На среднем Уровне Между Флагманом И Средничком Вот 65600 баллов Хватает Для Повседневного Использования За глаза Просто Даже В игрушке Можно рубашить В тяжелые То есть На нормальных Настройках Все отлично Идет Можно играть Можно пользоваться Ничего Не тупить Не лагает Вообще Просто Класс Набрал Нормальное Количество Баллов Ну и вот Расстановка Его LG V10 На 28 Месяц iPhone 5S На 29 Xiaomi Mi 4S Meizu М3 Ну и вот Наш девайсик Набрал Очень неплохо Недалеко Он кстати Ушел От Samsung Galaxy A Pro Который А стоит Этот Galaxy A Pro Гораздо Дороже Asus Zenfone 2 Здесь Кстати Asus Стоит На сайте У поставщика 156 долларов Минимальная Версия Это процессор Процессор 1.8 ГГц Частота 4 ГГц Оперативки И 16 ГБ Встроенной Здесь максимально Тут у меня 2.3 Частота Процессора И 64 ГБ Встроенной Памяти И также 4 ГБ Оперативной Памяти Смотрим Дальше Здесь у нас Информация По телефону Вот у нас RAM Как видите 4 ГБ 64 ГБ Памяти Так Так Вот Доступно У нас Здесь 54 С копейками Так Где тут Дальше Что тут у нас Камера 12 Мегапикселей Разрешение Дисплея Full HD Графический Ускоритель PowerVR Rock G430 Модель CPU У нас Z3580 32 Битная Система Стоит Так Что у нас Здесь еще Датчик Приближения Ну это мы Сейчас посмотрим Короче Датчиков Немерено Просто Всевозможные Датчики Которые Можно только Придумать Все у нас Здесь есть Единственное Что нету Датчика Сердцебиения Нету Потом Термометр Воздуха Нету Какого Еще здесь Датчика Нету Так Ну Ну и И все В принципе Все остальные Датчики Относительная Влажность Тоже Нету Значительное Движение Какое-то Непонятно Там Не знаю Чуть Такого Нету Потом Ну и все А давление Датчик Вот Я уже По-моему Сказал Нет Не говорил Вот И все остальные Датчики Как видите Здесь есть Детектор Шага Счетчик Шага Тут есть Потом Векторное Вращение Приближение Ориентация Магнитное Поле Есть Магнитное Поле Еще одно Какое-то там А не калиброванное Так Линейное Ускорение Короче Тут Датчиков Немерено Ну это Интерфейс Вай-фай Блютуз Понятное Дело Здесь есть Как же В современном Смартфоне Блютуз Так ЦПУ У нас Здесь Чего это Нет Не ЦПУ Это у нас То есть Простите Батарейка Батарея у нас Тут 35% заряда Теперь температура Он показывает 170 грамм Вес аппарата Так Ну и Что тут еще Плотность пикселей 480 Фронталка У нас На 5 мегапикселей Разрешение Видео Full HD Снимает Разрешение Экрана Тоже Full HD Так Ну и Вот у нас ЦПУ ЦПУ